МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как быстро-быстро бежит время. Уже четверг, уже 19 июля. И всем доброе утро, пора просыпаться, потому что мы уже давно на месте. Мы готовы улыбаться, рассказывать. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Утро начинается, город просыпается, и вы просыпаетесь вместе с нами. У меня последователи появились. Обещаем заряд хорошего настроения на весь день, как минимум. Это самое главное. Напомню, что сегодня уже четверг, 19 июля, на календаре. И, естественно, Ростов сегодня, как обычно, будет жить яркой, активной жизнью. Но и в области определенно много новостей. Об этом мы не только в ближайшее время. Мы обязательно расскажем и покажем, как и сказала Ирина Черная, а также Ирина Касарина и я, Алина Малинина, сегодня в студии. Рада приветствовать вас в новом дне. Ну и, естественно, немного о том, что предстоит нам в ближайшее время. Но сначала я бы на твоем месте поменялась с Касариной местами и загадывала бы все три часа себе желания. Причем так списком, каждый раз новое. Я тогда не смогу говорить, мне кажется, потому что буду загадывать все три часа желания. И в какой-то момент вы можете меня потерять. Итак, сегодня утром. Я думаю, что мы будем хорошим сопровождением, пока вы будете собираться на работу, по делам, а, может быть, в предвкушении отдыха. Конечно, сегодня мы сделаем упражнение. Это будет упражнение для пресса. Приготовим супер-макароны. Вы знаете, что это самый лучший завтрак. Узнаем, чем этот день запомнился в истории. 19 июля там есть о чем рассказать. К нам в гости придет необыкновенный художник. Зовут ее? Ирина. Ирина. Ирина Андрюшенко, да. Ее зовут Ирина Андрюшенко. Известна она как Fox Red. О, как это интересно звучит. И у детей будут тематические занятия. Приготовим имбирные маски для волос. Ну и, конечно же, вы узнаете прогноз погоды, наш гороскоп. Ну а начинаем по традиции самых первых, самых актуальных, самых важных, нужных и интересных новостей. Первые новости на Дону. Ну а мы продолжаем и узнать о том, что же сегодня надеть. Следует ли захватить с собой теплые кофточки, свитерочки, а может быть можно выйти по-прежнему в коротеньком платьишке и в легеньких босоножках, как сделали это мы сегодня с утра, узнаем сегодня из прогноза погоды, который подскажет также, стоит ли взять с собой зонтики. В Ростове-на-Дону температура воздуха днем составит 25 градусов со знаком плюс. И возможен дождь. К вечеру понижение температуры до плюс 18. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. В Чердковой синоптике прогнозируют осадки в виде дождя днем до плюс 27, а вечером плюс 18. В Вешенской примерно такая же температура воздуха. Плюс 27 будет в течение этих суток. Ну а дождь будет немного сильнее, возьмите зонты. К вечеру плюс 18. В Таганроге сегодня предположительно кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днем до 26 градусов со знаком плюс. К вечеру похолодает до плюс 22. В Белокалитве немного иная картина. Там дождь не предполагается. Переменная облачность. Плюс 27 дневная температура и плюс 18 в ночное время суток. Синоптики обещают, что жителям шахт зонтики не пригодятся здесь. Облачно, но солнечно. Температура воздуха прогреется до плюс 28. Ночью понижение до плюс 18. В станице Облиевская температура воздуха составит 27 градусов. Также, конечно же, со знаком плюс. Ночью понижение до плюс 18 и возможны кратковременные дожди. В Волгодонске сегодня временами облачно. Там будет плюс 28 без осадков. К вечеру плюс 19. А в Сальске дождь, но тоже плюс 28. А к вечеру плюс 20. Но все это не помешает жителям Донской столицы и вообще нашего региона провести этот день на улице. Тем более, что еще можно прогуляться и нужно это делать. Но не зима же, слава богу. Не зима, слава богу. И нужно пользоваться, так скажем, моментом. Но, к сожалению, у Жени не удастся заглянуть на фан-зону, да. Прекрасную прогулочную такую фан-зону, где было много интерактива, много чего интересного. Потому что ее обещали разобрать уже к 21 июля. Так и хочется потом спеть. Куда уехал цирк? Он был еще вчера. Увы, праздник уже закончился. Да, поэтому уже на этих выходных, и в субботу, и в воскресенье, скорее всего, начнут восстановительные работы на театральной площади и в ближайших территориях. Что, оказывается, там делали? Во-первых, ее приведут в первоначальное состояние. А так, кстати, не хочется почему-то. Оставьте уже так. Кому как. Я думаю, жителям, которым мешало там пройти и проехать, они будут наверняка рады. Помимо того, что отсюда необходимо будет убрать все конструкции, а также необходимо будет восстановить трамвайные линии, дорожную разметку и другие элементы инфраструктуры. Кстати, все оборудование, которое использовалось для проведения фестиваля болельщиков FIFA, обещали распределить по зонам отдыха Тонской столицы. Так что улучшаем наш город, облагораживаем. И это прекрасно. Спасибо Чемпионату мира за это. Между прочим, для того, чтобы убрать фан-зону, нужна недюжая физическая форма. А для этого пора бы уже отправиться в спортивный зал. Чтобы уменьшить жировую прослойку, необходимо правильно питаться, регулярно делать кардио и выполнять специальные упражнения для пресса. Первое упражнение. Сядьте на коврик и упритесь двумя руками в пол. Поднимите таз. Из этого положения поочередно поднимайте ноги. При этом носки держите вытянутыми вперед. Повторите по 15 раз на каждую ногу. Второе упражнение. Из планки поочередно отводите ноги в стороны. Поясницу не прогибайте. Таз держите на весу. Выполняйте в течение одной минуты дожжение в мышцах пресса. Третье упражнение. Лягте на спину. Руки держите за головой. Одну ногу положите на колено другой. Прямую ногу поднимите вверх и тянитесь локтем той же руки к согнутому колену. Сделайте 15-20 касаний на каждую сторону. Четвертое упражнение. Лягте на спину. Руки вытяните вверх. Поднимите одну ногу и тянитесь руками к носку. Тянитесь поочередно к каждой ноге без перерыва. Выполняйте в течение одной минуты. Пятое упражнение. Лягте на спину. Лопатки и ноги оторвите от пола. Из этого положения выполните скручивание. Подтяните колени к груди. Затем выпрямите ноги и, удерживая их на весу, разведите их в стороны. Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение 15-20 раз. Будьте в форме! Ну, по всей видимости, пятилетний мальчик из Японии тоже был в форме. Ему удалось, казалось бы, невозможное. История со счастливым концом. Пятилетний мальчик в Японии выпал из окна 19-го этажа. И ему удалось зацепиться непонятно за что. То ли это был карниз, то ли это была труба на 19-м этаже. Еще раз я вам напоминаю. И он провисел так в течение 20 минут. То есть подготовка физическая, видимо, у мальчика какая-то была. Дело в том, что он остался у своей бабушки. Бабушка рано утром встала и пошла на танцы в доме, который вот... Студия находится прямо непосредственно в этом доме. Ну, она подумала, что мальчик просыпается поздно. Ну, можно... Отвлечься ненадолго. Портно и пойти потанцевать, да. Ребенок проснулся, кинулся бабушку искать и не нашел. И единственным выходом он посчитал, видимо, окно. Открыл его, не удержался и выпал. Ну, вот я же говорю, к счастью, это история со счастливым концом. И мальчик выжил. Его заметили прохожие. Вызвали спасателей. Дверь взломали потихонечку, чтобы не вспугнуть ребенка с шумом резким. И под аплодисменты зевак, которые собрали снизу, мальчика спасли. Я хочу напомнить, что в последнее время в южной столице участились случаи, когда дети выпадают за окон. Поэтому, дорогие родители, бабушки и дедушки, будьте внимательными. Не оставляйте детей без присмотра. Ведь сетки, а это известная проблема, сетки в пластиковых окнах, они непрочные, и они могут выдержать веса ребенка тем более. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание, чтобы не оставлять детей без присмотра. Потому что действительно летом, к сожалению, существует такая проблема. И я думаю, что ее избежать можно, если заблаговременно подумать об этом. В любом случае дети должны быть под присмотром взрослых. И, кстати, еще никогда не оставляйте детей на детей. Потому что тоже возникают проблемы. Ну и что же сегодня делать? Каждый из нас задумывается с утра, куда пойти, чем заняться. Возможно, наш гороскоп поможет вам выстроить планы на сегодняшний день. Овнам захочется больше времени провести дома. Можно затеять уборку. Общий фон раздражительности усилен. У тельцов хороший день для учебы. Вполне возможно, он не будет продуктивным, но эмоционально запомнится. Это точно. Близнецы, собираясь за покупками, составьте список. В противном случае ваши траты могут быть непоследовательны. Ракам хорошо пополнить сегодня бытовые запасы. Прекрасным будет ужин в окружении родных. Львы, возможно, устали. Надо отдохнуть. В кругу семьи в уютном месте под пледом в любимом кресле. Позвольте себе такую роскошь. Девы. Для выполнения поставленных задач потребуется поддержка. Вы сможете ее получить среди единомышленников. Весам понадобятся рекомендации, протекция, поддержка для реализации карьерных планов. Скорпионам приятные вести прибудут издалека. Перед вами откроются новые возможности, хороший период для поездок. Стрельцы. Позаботьтесь о покошении кредитов и долгов. Подходящий день для заботы о доме и семье. Козероги. Сохраняйте баланс и гармоничные отношения. Применяйте дипломатические качества при взаимодействии с партнером. Водолеям не помешало бы позаботиться о здоровье и правильном питании. Не избегайте рутинной работы в этот день. Рыбы. Используйте свое обаяние, творческое начало, действуйте открыто. День хорош для теплого общения с детьми, внуками и любимыми. Гороскоп, он, конечно, приятен и полезен. Иногда некоторые люди прям вот живут по гороскопу. По звездам. По лунным суткам. Тоже знаю таких. Они, я не знаю, делают маникюр согласно предсказаниям звезд. Ой, а бабушки же в огородах высаживают согласно лунному календарю. Высаживают что-то в огородах, я не знаю, подстригают волосы, либо даже вот что-то покупают одежду, возможно, себе. Но мало кто еще по гороскопу покупает одежду, допустим, из натуральных тканей или из ненатуральных, из искусственных тканей. Но тем, кто любит все-таки натуральное производство, экологичное и доступное, тем более, эта информация будет интересна. В Кении, в городе Кисуму, расположенном на озере Виктория, начали производить одежду из отходов производства. Почему привлекательный этот вид? Дело в том, что на западе Кении, в этом самом городе Кисуму, вылавливают тонны деликатесных рыб, которых затем отправляют по всему миру. Ну и, соответственно, очень много отходов получается. Вот этого рыбного производства. От рыбного производства. Подожди, ты хочешь сказать, что они из остатков рыб? Да. Промышленный химик Ньютон Авима решил изменить ситуацию и что-то делать с этими отходами. На основанном им производстве рыбью кожу доводят до состояния, когда из нее можно шить одежду и другие изделия. Дело в том, что ее сначала вымачивают в растительном кислотном растворе на основе папайи и авокадо. То есть тоже совершенно... Тоже все экологически чистое, да. Затем ее растягивают и сушат. В итоге кожа становится мягче, плотнее, темнеет, даже теряет запах. Получается материал, который напоминает шкуру крокодила или змеи, только значительно дешевле. Куртка из рыбьей кожи стоит 2000 шиллингов или 1200 рублей. О, я уже как-то по курткам. А ботинки полторы тысячи шиллингов – 930 рублей. На секундочку... Цена очень привлекательная. Цена замечательная. Не знаю, уйдет ли в массы данное производство одежды, но будем надеяться, что вскоре мы увидим ее не только на фотографиях из Кении, но и на фотографиях из Инстаграма собственного. Собственно говоря, может быть, даже когда-нибудь известных людей увидим в данной одежде. В данной одежде? Да. Потому что кто знал, что Мона Лиза переоденется? В смысле фотография? В смысле, да. Портрет? Дело в том, что мы все помним, что Франция до сих пор празднует победу на чемпионате мира. Так вот, они переименовали все, что можно в честь этого события у себя. Улицы, понимаешь? Там народные гуляния просто не заканчиваются. Даже аэропорт Шарль-де-Голь называется, теперь у нас две звезды, вот они его так называют. К поздравлениям к французам присоединился и Лувр, опубликовавший в своем твиттере фотографию Мона Лизы в футболке французской сборной с двумя звездами на груди. И подписали фотографию, поздравляем команду Франции с победой на чемпионате мира 2018 года. Мне кажется, это очень крутое поздравление. Главное, вот одна из самых красивых, да, пообщепризнанных женщин мира с загадочной улыбкой поздравила футболиста. Кстати, возвращаясь к теме о рыбьей кожи, в свое время мама, когда я одевалась в холодное время года во что-то тоненькое, мама всегда говорила, что на тебе за одеждой из рыбьего меха. Но теперь я могу смело сказать, мама, на мне куртка из рыбьей кожи, что вполне себе уже допустимо считается. Не сочтите за рекламу то, что сейчас произнесла Ирина Касарина, а просто отвлекитесь на минутку. 16 июля в понедельник произошло событие, о котором говорили все и незаметным оно не осталось совершенно ни для кого. Это была встреча президентов Америки и президента Российской Федерации Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно. Но вопрос здесь стоит в чем? В Ростове-на-Дону обнаружили двойника Дональда Трампа. И может вам показаться, что это был мужчина? А нет, это была женщина. Вполне себе преклонных лет обнаружили ее в городском транспорте нашем на улице Садовой. Фотография тут же... И ведь кто-то умудрился сфотографировать быстренько. Конечно, находчивые граждане сразу же сделали вот такой калаш. И действительно сходство, на мой взгляд, есть в выражении лица. Вы посмотрите на эту мимику. Ну что-то же наверняка их объединяет. Дама в шляпе с лицом одного из самых влиятельных людей мира. Она просто вот сидела в автобусе на улице Большая Садовая. Я думала о бредном существовании в Ростове-на-Дону. Наверняка она думала о саммите, проходящем в этот момент в городе Хельсинки. Ну и, конечно, снимки набрали огромное количество лайков, как это сейчас говорят. И были весьма интересные комментарии. Например, американский президент шифруется от ФСБ, прокомментировали одни. Некоторые написали, он приехал инкогнито посмотреть на Россию, но был рассекречен в одном из автобусов. Так написали другие. Еще один интересный комментарий. Встреча из Хельсинки перенесена в Ростов. Трамп уже выехал без шума и лишнего пафоса. Сочиняют ростовчане. Ну, а как по мне, так наша соотечественница абсолютно не похожа ни на кого. Тем более на американского президента. Потому что, как минимум, та очаровательная леди в шляпке, которая просто ехала домой. Мне кажется, можно пожелать ей сегодня отличного настроения и удачи. И здоровья. Здоровья. И, конечно же, когда-нибудь вот это... Хотя, я думаю, что уже вошло в историю встречи наших президентов. Ну, а о том, каким запомнился история Деева 19 июля, давайте узнаем прямо сейчас. Деевятнадцатого июля 1893 года родился Владимир Маяковский, советский поэт. За время своей творческой деятельности поэт написал множество политических и прекрасных лирических стихов, статистические пьесы, клоп, баня, поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос», «Хорошо», «Владимир Ильич Ленин», «Детские стихи». Помимо поэзии он также ярко проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссер, киноактер, художник и редактор журналов. 19 июля 1900 года в Париже открылось метро. Первые линии прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонение грозило попаданием в подвалы и погреба домов. Некоторые станции имеют искривленную платформу из-за недостаточной ширины улиц. По этой же причине боковые платформы на некоторых станциях не находятся точно друг против друга. Особенностями парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями. Большая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн дизайнером Эктором Гиммером. 19 июля 1935 года родился советский и российский актер, сценарист, режиссер, народный артист РСФСР Василий Ливанов. Шерлок Холмс. Эта роль была признана лучшим экранным образом Шерлока Холмса, за что Василий Ливанов был награжден в 2006 году Орденом Британской империи. Параллельно с работой в кино он успешно работал и в мультипликации. Крокодил Гена, Карлсон, Удав из 38 попугаев и многие-многие другие мультипликационные герои. Сам он писал сценарии к мультфильмам, а в 1970-е годы по его сценарию был поставлен мультфильм «Бременские музыканты», который до сих пор пользуется невероятным успехом. 19 июля 1980 года открылись 22-летние Олимпийские игры в Москве. Это были первые игры в истории Олимпийского движения, прошедшие на территории Восточной Европы и первые в социалистической стране. Впервые в истории Олимпиад специально к играм было построено шесть крупных спортивных центров. Талисманом летних игр 1980 года стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. Провожая его на церемонии закрытия, весь стадион встал. По лицам некоторых людей даже текли слезы. Ну, как рассказала Алина, фан-зону у нас уже разбирают все это в процессе демонтажа. Но, тем не менее, память о чемпионате будет еще живодолго в наших сердцах. И журналисты подвели рейтинги самых беспечных иностранцев во время чемпионата мира по футболу. Пойму первенства отдали журналистам, как это ни странно, из Уругвая. Молодые люди, отмечая выход национальной сборной в одну четвертую финала, забыли рюкзак с оборудованием стоимостью 10 тысяч долларов. Я вот не знаю, но уверена, что наши операторы никогда бы так не поступили. Правда ведь? Молодцы! Все это произошло в городе Сочи. Полиция сработала оперативно и в течение суток все это вернули. Но стоит отметить, что наш город тоже не уступает. В Ростове произошел курьезный случай. Мексиканец потерял кошелек полный денег, полный американских долларов. То есть все сбережения, которые у него были отложены на эту поездку, документы, паспорт болельщика, все осталось в этом портмоне. И ростовчанин по имени Александр Иванов обнаружил этот кошелек. И что он с ним сделал? Как вы думаете? Он, конечно, порядочно и добросовестно поступил. Он вернул этот кошелек владельцу. Найти его не составило особого труда. Социальные сети сейчас правят этим миром. Он кинул клич. И достаточно быстро этого парня нашли. Зовут его Оскар Круз. Он сказал, конечно, что в его стране так бы никто не поступил. Что там бы быстренько все разобрали до кусочка, до ниточки. Но Александр Иванов признался, что ему приходилось все-таки отгонять других туристов от этого кошелька. И, видимо, правильно он сделал, раз у него это получилось. И все-таки он все-таки отдал. И, конечно, мексиканец настолько был счастлив, что он даже стоял на коленях перед Александром. Благодарил его за его. Ну вот представьте себе, человек в другой стране, в другом городе. У него нет ничего, ни копейки. А не надо все носить в одном портмоне. И не надо так сильно отпечать победу своей команды. Не кладите все яйца в одну корзину, называется. Ну, тем не менее, это произошло. Портмоне вернули, документы вернули. И, как пояснил Александр, собственно говоря, который нашел это портмоне, что когда к нему приехал мексиканец, у него в кармане было всего лишь 20 рублей. И Александр еще оплатил такси мексиканцу до своего дома, чтобы тот смог добраться до своих вещей. Вот так поступают наши русские люди, особенно жители Ростова и области. Они добрые, щедрые и отзывчивые. Но они тоже любят всевозможные не наши продукты, в том числе и фрукты. Как почистить киви, давайте узнаем прямо сейчас. Продолжение следует... Продолжаем изучать социальные сети. Я хочу вас познакомить вот с чем. Совсем недавно появилось видео, которое все обсуждали в социальных сетях в Ростовской области. Потому что это видео набрало почти 50 тысяч просмотров. И там была следующая история. Выложили официанты одного спортбара, когда к ним пришли гости, прилично одетые, очень интересные. Провели вечер у них, а потом, когда официант отвлекся ненадолго, просто сбежали. Официанты бежали за ними, кричали, просили вернуться и оплатить счет. Но, увы, этого не произошло. Так вот, эти официанты взяли и в социальные сети выложили ролик. Сразу вам скажу, я его искала. Я не нашла, все-таки возможно... Я думала, ты искала людей. Возможно, уже его изъяли, потому что этот ролик посмотрели многие жители Ростова. И, видимо, как-то до героев ролика докатилась информация. Им стало стыдно, мне так хочется в это верить. А там лица показаны? Ну, там, видимо, видно, да. И через два дня они все-таки пришли в этот бар и оплатили счет. Слушай, ты знаешь, на самом деле, вот недавно показывали, тоже пытались выложить, как двое мужчин пришли, выпили, посидели, заказали. Да, таких мужика, таких плотненьких, хоп, и ушли. И ушли, и что? Ну, ничего, не оплатили счет, что у официанта оплачивали счет. И до них не докатилось? Никто не снял их на видео и не выложил социальные сети просто. На самом деле, ситуация, конечно, не какая-то непривычная, необычная. Я думаю, сейчас все работники общепита покивают мне головой с той стороны. И делают то же самое, да? Но, что интересно. Дело в том, что мы наблюдаем прекрасную пользу социальных сетей. Однозначно. Потому как... Тут даже я с тобой соглашусь. Принято их ругать, но, однако, теперь социальные сети выполняют еще дополнительную функцию. Оповещение и... Вот помните раньше? Найди меня. Ажди меня. Жди меня, да. И туда ты приходил, показывал мне вот этого человека. Да, найдите. 20 лет не видел. Теперь все можно сделать гораздо быстрее. Вы доходите на сайт Одноклассники и доходите. Ладно, если на сайт Одноклассники. Теперь можно действительно кинуть кличи. И люди, тем более, если много подписчиков, тем более, если подключается какое-то достаточно известное лицо, у которого много подписчиков, помогаете. Футболку же нашли, как раз дать. Быстро, да. Быстро все это. Так что, уважаемые работники общепита, если вдруг у вас есть какие-то не очень-то... Претензии к гостям? Не очень. Нет, не то чтобы претензии, не очень-то лицеприятные посетители. То, в принципе, конечно, можно их в видео или фотографии выложить у себя в социальных сетях. Но, опять же, тут вопрос в репутации заведения. Ну, вот тут двояко, так и скажем. Потому что, если заведение ценит и любит своих клиентов, то не всегда, конечно. Но, в любом случае, те, кто вернулся и оплатил, они попросили видео изъятия с социальных сетей. Стоит настало. Да, видимо, да. И я не знаю, что они заказывали в этом баре. Возможно, это были макароны. Сегодня у нас на завтрак то же самое. Супермакароны. 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 Все-таки супермакароны – это вкусно. Но многие боятся, что после употребления, регулярного употребления в пищу таких блюд, немножечко приобретут лишние сантиметры в районе талии и бедер. Хочу сказать, что макароны, паста пальмони из твердых сортов пшеницы вас избавят от этих страхов. Ведь именно употребляя в пищу твердые сорта пшеницы, вы ни в коем случае не приобретете лишние сантиметры в районе талии или бедер. Потому что диетологи, даже диетологи включают их в ежедневный рацион, когда необходима диета. Поэтому кушайте на здоровье пасту в пальмоне и будьте счастливы. Утро на телеканале Дон-24 продолжается. Естественно, многие сейчас собираются на работу. Кто-то, я не знаю, в отпуск. Кто-то в отпуск отправляется в самую минуту. Желаем вам хорошего отбора. В любом случае, многие из нас куда-то собираются. И часто очень перед этим заглядывают в зеркало. Потому что особенно юные и не очень леди любят перед выходом подойти к зеркалу и сказать, ну, что там как? Все, можно идти. Что с лицом? Ну, Тончик набросала и все. Да, можно идти. Мужчины тоже, кстати, смотрятся в зеркало. А вот животные почему-то не имеют этой привычки. Привычки не имеют, но когда себя видят в зеркале, то всегда очень интересная реакция у них получается. Вот именно об этом и хотела я вам рассказать о реакции диких животных, которые видят себя впервые в зеркале. Дело в том, что в лесах Амазонки поставили фотоловушки. Эта самая фотоловушка поймала разнообразные реакции диких животных на собственное отражение в зеркале. Свет мой зеркальца скормил. Да, там есть и взрослый ягуар, который недоумевал, почему новый знакомый копирует его движение. Как это? Что ты делаешь? Зачем? А мне особенно семья кабанчиков, которая перепугалась и бросилась в рассыпную от увиденной другой семьи кабанчиков. Я так с утра иногда делаю, когда еще не накрасилась. В рассыпную. А зачем они поставили? Ну, им было интересно посмотреть, как дикие животные. Мне нравится вот этот журавль прекрасный. Я понимаю, что он устрашающие какие-то действия, видимо, делает. Да, он пытается запугать соперника, не понимая, что это тот же самый, что это он же и есть, собственно говоря. Вы будете смеяться, девочки, но я иногда передвигаясь на автомобиль, когда натыкаюсь на вот круглое зеркало, которое там должно как-то мне помочь на дороге, я не понимаю, как? Я пугаюсь отражения своей машины все время, мне кажется, что мне в лоб кто-то едет. Ну вот я уж не знаю, так или не так, но в любом случае, конечно, нам непривычно. Вот эта встреча диких животных с самими собой показывает, что непривычно живому существу себя встречать. Видимо, в их голове просто не укладывается то, что это он. Мы-то люди разумные, гомо сапиенс, мы-то уже привыкли к своему отражению, хотя тоже иногда с утра он вас пугает. А ты знаешь, было бы интересно, мы-то знаем, потому что у нас в жизни очень много поверхностей, которые отражают. Хотя в луже же есть отражение. Ну да, в луже есть отражение. В луже есть, но оно все равно там расскажено. А вот если бы провести такой эксперимент, в котором человеку не показывать его отражение, допустим, там лет до 15. Мне интересно, был такой эксперимент? Это надо попросить к реформистских ученых, они обычно этим занимаются. А мы пока своему отражению в зеркале говорим «Доброе утро». И вот тут вот так хочется сказать, что-то сегодня с волосом не то. Может быть, сделать имбирную маску? Ну давайте попробуем. Роскошные волосы и ослепительная улыбка – лучшее украшение каждой женщины. Так что много идей по уходу за волосами не бывает. Сегодня мы поговорим о масках на основе имбиря. Благотворное воздействие этого корня на волосы обусловлено набором питательных веществ, которыми он богат. Белок, входящий в его состав, не дает разрушаться структуре волоса под воздействием негативных факторов. Магний, фосфор, калий, цинк, железо и кальций, насыщая волосы, улучшают качество жизнедеятельности тканей и клеток. Эфирное масло, содержащееся в имбире, помогает бороться с перхотью и обладает лечебными свойствами. Аминокислоты придают локонам блеск и упругость. И, наконец, гингерол, отвечающий за тот самый горьковатый привкус, улучшает кровообращение в тканях, укрепляет сосуды и помогает стимулировать рост волос. Мы покажем вам, как сделать 4 разных маски для разных типов волос. Для каждой маски нам понадобится свежий очищенный имбирь. Снять кожицу проще всего можно с помощью обычной ложки. Затем очищенный корень. Натираем на терке и процеживаем. Для жирных и комбинированных волос смешайте в равных пропорциях имбирь и мед. Для волос, склонных к сухости, делайте маску из яичного желтка и такого же количества имбиря. Для тех, кто хочет усилить блеск своих волос, мы рекомендуем делать следующую маску. Смешайте в равных пропорциях измельченный и процеженный имбирь и масло ЖЖБА. И, наконец, последняя маска для роста волос состоит из двух простых и доступных компонентов – репейного масла и имбиря, смешанных в пропорции один к одному. Обращаем ваше внимание на то, что существует ряд правил и мер предосторожности, которых следует придерживаться при использовании имбирных масок. Первое. Наносить смесь стоит перед мытьем волос на слегка влажные волосы. Второе. Не стоит интенсивно втирать маску в корни волос. Достаточно легкого нанесения. Третье. Время выдержки маски – 10-15 минут. Этого вполне достаточно для эффективности. Не передерживайте. Четвертое. Наносите маску сразу после приготовления. Тертый имбирь быстро теряет свои свойства. Пятое. Выдерживайте маску под воздействием тепла. Для этого используйте пищевую пленку или пакет, а наверх – махровое полотенце, платок или шапку. Шестое. Периодичность процедур – два раза в неделю при лечении или отращивании волос и один раз в неделю для профилактики. Седьмое. Спустя два месяца регулярного применения стоит сделать перерыв на 30-40 дней. Восьмое. Обязательно тестируйте смеси для масок на небольшом участке кожи. Любите себя, ухаживайте за собой и помните – вы прекрасны! Пока ты втираешь маску и ждешь эффекта от того, как она подействует, можно почитать книгу. И правильно, это прекрасное занятие. Ну, во-первых, это интересный мир, который развивает фантазию и воображение, что немаловажно. Причем я бы все-таки предположила, что читать надо бумажный носитель, настоящую книгу. Ирина, тут уж, знаете, вот читайте, что хотите. Бумажный, электронный, хоть газету на стене приклеенную. Читайте просто, узнавайте что-то новое для себя. И не забывайте… Читайте книги. И не забывайте, если вы взяли книгу, вернуть их в библиотеку. А то мало ли с вами. Сейчас во мне проснулся библиотекарь, понимаешь? Вот читайте книги, берите их, возвращайте вовремя, обращайтесь с ними аккуратно. У спортцов и Гришки жили были книжки грязные, лохматые, книжки долго плакали. Ну, вот чтобы книжки не плакали и вы не плакали вместе с книжками, Челябинская библиотека сняла боевик о том, как важно возвращать книги совершенно вовремя. Причем библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина, что мне вообще абсолютно нравится, боевик. То есть все в стиле, все в едином… Там вообще креативное чувство работы. Вообще креативное, да. Они сняли социальный ролик от первого лица, в котором показывают, как важно возвращать эти книги вовремя. Я предлагаю сначала посмотреть это видео, насладиться шедевром, а потом обсудить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он боялся же опоздать, чтобы вернуть книгу вовремя. Почему у него все рюкзак пытались отобрать? Они не отобрать, он им передал рюкзак, чтобы книги привезли, если он не сможет. А можно еще раз пересмотреть? Я чего-то не поняла. Я думаю, главной героиней здесь, конечно, является девушка-библиотекарь, которая просто поразила нас, сразила своим внешним видом. Очень интересный библиотекарь. Я не знала, что они так видоизменились за последние 30 лет. Я таких тоже не видела. Прекрасно. Значит, молодая кровь поступает на работу в библиотеке, и не все еще потеряно. Есть что-то интересное. Вот уже ролики снимают. В любом случае, мне кажется, что развитие библиотекарского дела – это хорошее начало. Я заметила, что в последнее время дети в школах все чаще и чаще стали записываться в детские библиотеки, брать там книги, потому что книги, особенно детская литература, стоят сейчас достаточно дорого. Взять, почитать и принести обратно – это, по-моему, очень прекрасная идея. Потому что еще раз обращаю внимание, что они хотят попробовать держать в руках вот этот настоящий бумажный носитель. Ну, и в электронном варианте сейчас все равно, в основном книги все равно все покупать необходимо. Да, ты ее покупаешь, пользуешься достаточно долго, но в любом случае это за деньги. А библиотека – это бесплатная книга, ты можешь ее взять, почитать на месяц, если не успела, не хватило, то продлить этот срок. Плюс ко всему прочему, если у вас есть какие-то книги дома, то вы можете принести их в библиотеку. Во многих, я знаю, принимают совершенно счастливые работники библиотек, когда им приносят новую литературу. В любом случае, это приятное ощущение тактильное в руках, и у нас совсем скоро будет гость, который в руках держал не только книгу, но, я думаю, что карандаш, кисть и что-нибудь еще. Ждем гостя. Чтобы день, да и жизнь в целом не была серой и однотонной, необходимо ее уметь раскрашивать красками, желательно правильными красками. Об этом умении и навыке сегодня нам расскажет наша гость и очаровательный художник-иллюстратор Ирина Андрющенко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А давайте так, мы начнем разговаривать, и сразу нам будут показывать работы, чтобы мы понимали, какие цвета и какими красками. Ирина наверняка раскрашивает красными цветами, я вот это точно могу сказать. Она в серости добавляет много красного цвета. Почему красный? Почему не оранжевый, не фиолетовый, не зеленый? Ну, красный цвет самый эмоциональный, по моему мнению. Он выражает как и агрессию, так и любовь, и счастье, то есть цвет универсальный. Мне многие люди там пытались упрекать в том, что я этот цвет где-то подсмотрела у других художников, но цвет придумать красный заново не получается, к сожалению, если бы я могла это сделать. У нас вот тоже красный ковер, мы ни у кого не подсматривали. Красный ковер, собственно, из этой же серии. Мы готовились к вашему приходу, конечно. Это приятно. Ну вот, красные носы. Видимо, вопрос заезженный. Видимо, он уже у вас на вязвых зубах, но отвечать все равно придется. Красные носы, да. Вопрос, который меня задают чаще всего. Красные носы. Все художники всегда акцентируют внимание на глазах. То есть на какую-то деталь. На какую-то деталь. Кто-то любит какие-то моменты прорисовать. Губы, глаза. Я поняла, что нос обделен своей красотой. Ну, кроме как Гоголь вспомнил о нем, однажды написав произведение «Носы», и это все. Все. Но мне показалось изначально, ну, это было все ненамеренно. Это шло постепенно-постепенно. И как-то перешло… Из черных носов вы перешли к красным. Из черных носов, да. Я решила, что можно такой акцент немножко добавить на нос. И тем самым немножко людей так еще взбудоражит. Потому что каждый художник хочет привлечь к себе внимание. И это правильно. И вам это удалось. Потому что выставки. Потому что сейчас есть выставки. Сейчас в Ростове есть некая очарованность работами Ирины. И я не побоюсь этого слова. Потому что действительно, Ирина хоть и давно уже достаточно демонстрирует свои работы. Но именно почему-то вот в последнее время они получили особую популярность. И это прекрасно. Прошло несколько выставок в этом году у вас. Да, так случилось, что очень много лет я никогда отказывалась выставлять свои работы. Потому что, во-первых, их было немного. А во-вторых, я не видела в этом смысла. Потому что, чтобы сделать какую-то выставку, она должна быть привлечена к какой-то тематике общей. И когда мне насобралось достаточное количество работ, мне предложил мой коллега сделать выставку. И я все-таки решила, что пора, настал тот момент, когда нужно все-таки... Когда общество должно узнать о таком прекрасном художнике. Да, когда, да, стоит уже показать. И ваши впечатления. Какие работы вы, во-первых, отобрали? Вы можете назвать? Да, у меня было много работ. Но я решила к первой выставке отобрать работы, которые мои самые любимые. И, соответственно, то, что я делала на протяжении последних двух лет. И опять-таки красный цвет, он... Это относительно недавняя моя находка. Но до этого были еще черные носы. Я даже видела... Черные носы. Это был период, когда я рисовала просто черно-белую графику. Потом вошел цвет. И уже благодаря красному цвету, вот этим штрихам-мазкам, такая собралась уже общая концепция. Когда художнику тяжело найти свою собственную историю. А это вот... Мне просто интересно. А вдруг это случайно получилось? Вы так стояли и так... Ой! Или Никитичка летела из рук и так случайно... Да, ну да. Или намеренно вы так сидели-сидели... А ну-ка красный! И так... И получилась авторская особенность. Нет, конечно, до красного цвета были вначале легкие акварели. Сочетание графики черной и акварельной. Потом я поняла, что немножко для черного контраста не хватает какого-то еще яркого акцента. И тогда первый пришел красный, и уже я поняла, что это нравится. Вот оно. Мне нравится, что появилась больше выразительность и такой контраст. Больше появилась эмоция. И вообще люблю рисовать, чтобы были портреты такие эмоциональные. Ну, много грустных? Нет, вы знаете, я не считаю, что грустных... Когда человек сидит с серьезным лицом, это не означает, что он грустит. Это может быть в нем... Он думает, да. Он сосредоточен, да. Он разрабатывает план по покорению мира. Все можно. Как вариант. Ирина, у меня вот вопрос от Ирины к Ирине. У нас вообще сегодня многоирье получилось. То есть можно загадывать желание, вот, по крайней мере... Все желающие могут загадать желание. Да, прийти, присесть. Вот, не касайтесь к телевизору, переносите воду, заряжают. Ирины тут сейчас заряжают воду на удачу. Вполне возможно. Да, можно вот здесь прислониться, вон там прислониться. Ирина, скажите, пожалуйста, вот вдохновение, которое к вам приходит, в какие-то определенные моменты, может, с какими-то событиями в жизни связано? Или вот просто раз и все? Насчет вдохновения... Мне спрашивают ребята, где я беру сюжеты, где я беру вдохновение. На самом деле у меня в данный момент очень много в голове идей, чего я хотела бы нарисовать, изобразить. У меня просто не хватает времени. Вдохновения мне хватает вполне. Я вдохновляюсь, но, как вы заметили, у меня в основном тема с портретами. Я очень люблю работать с живыми людьми. Ну, люди, которые в этом мире живут где-то, известные личности, неизвестные личности. Я всегда заряжаюсь от энергетики живого человека, поэтому я рисую в большей степени портреты, иногда животных. А где вы храните всю эту красоту? Дома. Все дома? На стенах или вот стоит вот так? Нет, дома все лежит на полочках, в рулончиках. Это бумага и карандаш, нет? Да, основной материал – это бумага, карандаш, также идет цифровая графика. Цифровая графика – это отдельная линия моей работы, потому что я чаще всего делаю работы для журналов, издательств, полиграфии, и требуется всегда цифровое качество изображения. То есть если нарисовано на бумаге, его можно потом цифровать, обрабатывать, и работа несколько усложняется. Поэтому частично заказы, которые я делаю для людей, они на бумаге, а для рекламных целей, они у меня все в цифровом виде. Так гораздо удобнее работать. Ир, вот вопрос такой. Сложно быть художником в наши дни? Вообще слово «художник» я не очень люблю, я так немножко стесняюсь этого слова. Я считаю, что художник, он должен быть более такой сумасшедший. То есть вот все вот эти вот работы из гипса, работы в технике карандаша, с акварелью, то есть работы на компьютере – это все… Я стесняюсь немножко слова «художник», сказала Ирина. Нет, нет, просто я выходила из сферы дизайна. Я очень много лет работала дизайнером, верстальщиком в журналах, в издательствах, и больше я такой цифровик. То есть я вначале работала на компьютере в цифровом виде, а потом уже перешла на бумагу, на материал. То есть у меня сейчас все эксперименты с красками идут именно вживую. Я пытаюсь отойти от цифровой этой темы. Ирина, вы дарите свои работы? А? Дарите свои работы? Конечно. То есть если Ирина идет кому-то на день рождения, вопрос о подарке вообще не встает, да? Сразу понятно, что Ирина принесет. Ну, я достаточно скромный человек, поэтому своим друзьям я не задариваю подарки. Только если мои друзья, какая-то им работа нравится очень сильно, то, конечно же, я им не могу отказать. Отсюда вопрос. Ирина, как стать вашим другом? Очень люблю. Зайти в соцсети и послать друг жить. Чтобы вот такое... А вы на продажу тоже выставляете их, да? На продажу я делаю больше под заказ. На продажу работы я практически не делаю. Очень много объема работы, которые я делаю под заказ. И достаточно маленькое количество времени остается для того, чтобы заниматься творчеством только для себя. Вот работы, которые я представляла на выставке, это те работы, которые рисовала только для себя. То есть коммерческие работы я выставлять не могу. Естественно. В ближайшие планы? Что в будущем? Когда будет выставка, потому что Алина не успела, и мы, в принципе, тоже хотели быть. Как будет любителей вашего творчества? Ближайшая выставка. Мы сейчас с ребятами договорились на декабрь. Места я пока сказать не могу. Это будет одно прекрасное ростовское заведение. Очень сейчас модное, недавно открылось. Мы хотим сделать выставку, но единственное, что из старых работ будет совсем немножко. Я буду сейчас, в данный момент, нахожусь в процессе подготовления новых работ. Поэтому в декабре месяце, надеюсь, что я успею. Как всегда, это все напряженно, как когда все, кто учился в институтах, все помнят, когда последние недели... Да, 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 да. Нам приходило одну и ночью, чтобы... О, боже! Осталось-то всего-навсего пять дней, а у меня диплом-то даже не начат. Да, у вас все обязательно получится, потому что вы такой творческий, активный человек, и ваши работы очень интересны. Друзья, если вы хотите самовыражаться, рисуйте, ходите в гости, творите. В общем, все в ваших руках, как и у нашей сегодняшней гости. Продолжите смотреть «Утро» на канале Дон-24. Продолжаем встречать новый прекрасный день вместе с утренним телеканалом Ростовской области. Напомню, что сегодня 19 июля, четверг. Именно в этот день состоится первое чтение законопроекта о пенсионной реформе. Она болевшая. Наверняка запомнится именно данным событием. В данном контексте мне все время нравится, что Алина нам рассказывает о пенсии, о пенсионном возрасте, а я как-то не очень на эту тему. Я просвещаю тебя, Ирина, потому что не только тебя, но и многих наших зрителей, потому что очень много шума, действительно, пока ничего не понятно. Да, закон может быть принят уже парламентом уже в сентябре-октябре, но вот сегодня первое чтение, и исходя из этого чтения, многое будет понятно. Будем ждать конца дня. А пока хочу сказать, что депутаты «Единой России» предлагают внести понятие предпенсионного возраста. Что это? Никто еще не знает, что это. Мы не подпадаем пока еще. Никто еще не знает, во сколько этот предпенсионный возраст начинается. Когда заканчивается, это уже понятно. Когда пенсия начинается. Когда он начинается, пока неизвестно. Но дело в том, что предполагается выделять на программу повышения квалификации россиян вот этого самого предпенсионного возраста около пяти миллиардов рублей в год. То есть, получается, чтобы ты не лишился работы, ну, чтобы ты, да, как-то был, шел в ногу со временем, будут бесплатные программы по переподготовке, по повышению квалификации людей. Значит, на пенсии денег нет, а на переподготовку есть. Предпенсионного возраста. Я бы попросила. Вот глава Минтруда, сейчас приведу слова, главы Минтруда Максима Топилина. Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит на эту программу соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около пяти миллиардов рублей в год. Я тебе, может быть, ты и права. На повышение нет, но до пенсии дожить надо, дорогая моя. Однозначно до пенсии дожить надо. Поэтому, поэтому, нас сначала, вот давай вот этот шаг нас волнует, предпенсионный возраст, переподготовка кадров, потому что, действительно, те, кто сейчас, например, находится в возрасте 50 лет, и которым в ближайшее время, возможно, ожидает... Такие грязные намеки пошли. Ожидает пенсия до 63 лет, не видеть, не увидеть этой пенсии. Им очень важно, как они проведут эти... Эти 13 лет. Да, даже не эти 13 лет, а эти, получается, 7 лет. Ну, или эти 7 лет, да. Эти 7 лет, которые вдруг нечаянно нагрянут. А я знаю, как они проведут эти 7 лет. Они будут растить и воспитывать внуков в эти 7 лет и будут проводить с ними тематические занятия. Тематические занятия — это прекрасный способ развития вашего ребёнка, который позволяет в интересной игровой форме получать знания из той или иной сферы жизни. Животный мир, профессии, растения, времена года, техника, дорожные знаки, фрукты и овощи — это далеко не весь перечень тем, которые можно использовать. Вы можете устраивать тематические дни или недели в зависимости от того, как быстро ваш ребёнок усваивает материал и теряет интерес. В сегодняшнем ролике мы покажем вам пример организации занятия на тему «Подводный мир и его обитатели». Расскажите ребёнку о том, какие бывают водоёмы и как разнообразны жители, населяющие их. Для того, чтобы совместить учебный материал с творчеством, мы предлагаем вам сделать мини-океан. Ну вот, сейчас мы увидели варианты для занятий людей предпенсионного и пенсионного возраста. С детьми. С детьми, да. Ну, чем они будут заниматься, это оставим на их усмотрение, но зато мы точно знаем, чем занимались сотрудники аэропорта Платов после завершения чемпионата мира, который никак меня вот не отпустит и мне всё хочется о нём поговорить. И не только. Они занимались интересной и занимательной статистикой. Дело в том, что в авиагаване посчитали, сколько было выпито пиво и съедено еды с начала чемпионата мира 2017 года. Итак, огласите весь список, пожалуйста. Итак, если кто не завтракал, скорее советую это сделать, потому что аппетит сейчас от цифр просто разыграется. Значит, с 14 июня по 3 июля в ресторанах, кафе, барах, естественно, кофейнях и пабах было съедено 1444 бургера. Сэндвичи было съедено 1559. Литров кофе выпито 2287. И, конечно, пиво, без которого не обойдётся, ну, ни один болельщик. А кофе выпили больше, чем пиво. Это радостно. Это только аэропорт, я прошу заметить. Да-да-да, но мы только аэропорту. Это всё в аэропорту. Кстати, что-то вообще слабо поели. А мне кажется, там просто не так уж и много и кафе, чтобы... Или, может быть, не так много людей. Их не так много, конечно. И 3000 бутербродов. Да что это такое? Ну, это немало. Слушайте, ну сколько у нас людей? У нас только 2000... Их кормили в самолёте, Алина, по всей вероятности. Вот, понимаешь, в чём была проблема. Они пока не просили, прилетели. Я так понимаю, нет, я так понимаю, ели в основном же те, которые улетали. Да, которые улетали. Но, видимо, они рассчитывали на то, что их покормят в самолёте. Может быть, и на это. Но, кстати, сотрудники аэропорта сказали, что самые щедрые чаевые в кафе и ресторанах оставляли японцы и мексиканцы. Вот кто не скупился на работников общепита. Мексиканцы, видимо, знаешь, так... Эх! Раз пошла такая пьянка, лишь последний огурец. Да, гуляй, не хочу. Сотрудники аэропорта, между прочим, посчитали не только то, что было съедено и выпито, они ещё посчитали, сколько было продано сувениров в сувенирной лавке, соответственно. 978 матрёшек. В официальном магазине футбольного клуба нашего около 500 футболок с символикой ФК Ростов. И также заметили, что футболки такие интересовали чаще всего мексиканцев и бразильцев. И также ещё было приобретено около 600 сим-карт. И стоит отметить, что с начала чемпионата мира в аэропорту Платов на 51% вырос пассажиропоток. За эти дни аэропорт обслужил более 257 тысяч пассажиров. Я поняла, что это заразно от калифорнийских учёных. Сначала заразились челябинские библиотекари, а теперь сотрудники аэропорта Платов. А не посчитать ли нам чего-нибудь состоятельной кроты? Видимо, так это прозвучало. Но состоятельная кроты у нас находится на Земле, а гороскоп рассказывает о том, как же звёзды выстроились сегодня в ряд или в каком порядке, чтобы предсказать день сегодняшний. Овнам захочется больше времени провести дома. Можно затеять уборку. Общий фон раздражительности усилен. У тельцов хороший день для учёбы. Вполне возможно, он не будет продуктивным, но эмоционально запомнится, это точно. Близнецы, собираясь за покупками, составьте список. В противном случае ваши траты могут быть непоследовательны. Ракам хорошо пополнить сегодня бытовые запасы. Прекрасным будет ужин в окружении родных. Львы, возможно, устали. Надо отдохнуть. В кругу семьи в уютном месте под пледом в любимом кресле. Позвольте себе такую роскошь. Девы, для выполнения поставленных задач потребуется поддержка. Вы сможете её получить среди единомышленников. Весам понадобятся рекомендации, протекция, поддержка для реализации карьерных планов. Скорпионам приятные вести прибудут издалека. Перед вами откроются новые возможности, хороший период для поездок. Стрельцы, позаботьтесь о покошении кредитов и долгов. Подходящий день для заботы о доме и семье. Козероги, сохраняйте баланс и гармоничные отношения. Применяйте дипломатические качества при взаимодействии с партнёром. Водолеям не помешало бы позаботиться о здоровье и правильном питании. Не избегайте рутинной работы в этот день. Рыбы, используйте своё обаяние, творческое начало, действуйте открыто. День хорош для тёплого общения с детьми, внуками и любимыми. Если вы сегодня собрались улетать, уезжать и вообще вам интересно, какая будет погода в Ростове и области, то сейчас на минуточку остановитесь, задержитесь в дверях, мы вам расскажем. Итак, синоптики предполагают, что в Ростовой области сегодня, 19 июля, в четверг, будет дождливо, поэтому прихватите с собой зонтики, дождевички и всё, что вас укроет от водяного наплыва сверху. Плюс 27 максимальная температура воздуха днём и плюс 18 в ночное время суток. Ветер до 12 метров в секунду. В Чертково по-прежнему дожди, температура воздуха днём плюс 27, ночью понижение до плюс 18. Аналогичная ситуация ожидается и в Вёшинске. Здесь также днём плюс 27 и ночью плюс 18. В Таганроге синоптики предсказывают плюс 26 сегодня в течение дня. Будет переменная облачность, временами с осадками в виде дождя, к вечеру плюс 22. В Белой, Калитве ситуация немножечко иная, там до плюс 27, но без осадков. А вечером плюс 18. В Шахтах сегодня будет без осадков переменная облачность, плюс 28 дневная температура и плюс 18 в ночное время суток. Во близкой кратковременные дожди до плюс 27 максимальной температуры воздуха днём и плюс 18 ночью. Жители Волгодонска могут радоваться яркому солнцу. Здесь температура воздуха составит плюс 28, ночью понижение до плюс 19. В Сальск температура такая же плюс 28 днём, но возможен дождь. Ночью понижение до плюс 20. Какая бы температура воздуха и погода за окном не была, самое главное, что сегодня уже четверг. Прекрасный, замечательный, восхитительный день. День 19 июля. Напомню, что впереди нас ждут выходные, но завтра ещё целый день. Плодотворный рабочий день. Хотя, в общем, сегодня-то тоже, ведь только утро. Да, да, да. Ну и самое главное, провести их в отличном настроении, в правильном настрое, таком боевом, для достижения новых целей. Ну и, конечно, не забывайте о том, что новости всегда можно узнать у нас на телеканале Дон-24. А если под рукой не оказалось телевизора, заходите на наш сайт www.don24.ru. Улыбайтесь всегда и везде, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства. Пусть ваша улыбка согревает сердца окружающих и радует, и не забывайте сами радоваться новому дню. Ну и хочется сказать, что обязательно всё, что вы сегодня хотите исполнить, не забудьте составить перечень. И к вечеру посмотрите, сколько же галочек вы там поставили. Вы смогли сегодня успеть очень многое. Я в вас верю. Доброе утро. Одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк. Редактор субтитров А.Семкин